Друзья, всем привет! С вами я, Искрайбер. Сегодня у нас обзор линейки Xiaomi. Мы поговорим и о бывших телефонах, и о флагманах бывших. Стоит ли их покупать на данный момент или нет. Поговорим о плюсах и минусах и так далее. Но вот в этой линейке мы постараемся с вами разобраться. Изначально Xiaomi делилась на две ветки. Сейчас они полностью разделились. То есть Redmi стала дочерней компанией, Mi стала как бы отдельной. То есть Xiaomi это Mi, как бы отдельная компания. И Redmi тоже делится на две подкатегории. Это Redmi и Redmi Note. Как было раньше Redmi, они были немного меньше. Ноуты были немножечко побольше. В этом была их как бы основная разница. Телефоны были Redmi 4A, Redmi 4, Redmi 4X и Redmi 4 Pro. А на данный момент, наверное, самый популярный или актуальный Redmi 4 Pro и Redmi 4X. Ниже брать уже как бы не стоит. И, как друзья, я хотел сразу сказать вам, что если вы берете, то это как бы звонилка. То есть на данный момент они актуальны как телефоны с неплохим железом. Ну, в принципе, можно пользоваться без проблем, как бы, да. И ценники на них упали на данный момент. Допустим, Note 4, Note 4, Note 4X, Note 5A и Note 4 Pro. Ну, была такая версия в Китае. В общем, тоже на данный момент актуальна. Я думаю, что самая, наверное, актуальная из этих телефонов это Redmi Note 4X. Просто зачетная. Если вам нужна такая звонилочка очень хорошая, с неплохим экраном, с операционной системой очень хорошо настроенной, с хорошей камерой и, в принципе, плюшками. И, в принципе, вы можете взять ее на максималках, то есть на версию на 4.64. Может быть, вы найдете ее на Авито или еще где-то. То есть, в принципе, это очень хороший вариант, чтобы купить себе великолепную звонилку. Вот в категории Xiaomi, то есть Mi, да, есть телефоны Mi, Mi Note, Mi Max и Mi Mix. Mi Note на данный момент как бы закрылась, но там есть очень классный телефон, о котором я вам обязательно скажу. И он действительно для покупки на данный момент даже еще очень и очень даже актуально. У Mi были Mi 5, Mi 5S, Mi 5C, Mi 5X, Mi 6 и Mi 1. Вот по мне так Mi 5S, это действительно актуальный флагман на данный момент. Это очень... он хорошо справляется, и на него прилетело обновление, последнее обновление от MIUI. То есть, за телефоном слезят, и это очень приятно. То есть, пожалуйста, покупайте, и это будет поддержанный флагман с хорошими материалами, качеством сборки и всего такого. Mi 1 тоже, мне кажется, актуален, и Mi 6 тоже на данный момент. Вот как бы очень хорошие телефончики. Mi 5S Plus, это такой телефон, ну как бы очень редкий, мне кажется, не очень популярным он будет. Mi Note, и вот, друзья, в линейке Mi Note, Mi Note 3 на данный момент это великолепный телефон. Там 660 Snapdragon, представьте, 660, который сейчас только становится, ну так сказать, очень и очень популярным. На Mi Note 3 он был, есть и будет. Но также, друзья, там есть NFC. То есть, вот очень классно, потому что он сейчас стоит копейки, недорого. Даже на Banggood, на Алиэкспрессе вы можете его приобрести, и он просто будет стоить копейки, друзья. А там будет великолепный процессор, не стыдный дизайн, он очень красивый. По сути, это повторение Mi 6, позапрошлого, так скажем, флагмана от компании Xiaomi. И выглядит он очень хорошо, там очень хорошие камеры и вообще без проблем. Также здесь есть Mi Max 2, ну на данный момент тоже, в принципе, на 625 Драконе он актуален. Если вам нужна большущая звонилка или как бы замена планшета, то, наверное, это очень хороший телефон, очень будет хорошая альтернатива. Mi Mix, Mi Mix 2 на данный момент, наверное, еще остается актуальным. Первый Mi Mix, наверное, уже не актуален вообще. И смотрите, вот здесь раскладочка показывается, что если вы хотите хорошую камеру недорого, то это Redmi Note. Вот если вам нужны прям дешманские телефоны на Snapdragon, причем это линейка Redmi. Если вам нужны хорошие все показатели, то это линейка Mi. Вот такой небольшой обзор, друзья, линейки старых телефонов Xiaomi. Я бы посоветовал Mi 5S, это старый флагман. Если вы возьмете его на Авито, это будет великолепно. И Mi Note 3, это, наверное, самый зачетный вариант из всех существующих. И там, и там есть NFC, адаптированная система очень хорошая. И за ней до сих пор еще следят и обновления приходят. Так что, друзья, подписывайтесь на этот канал, ставьте обязательно лайк этому видео. С вами был я, Эдскрайбер. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.